Я открываю книгу, которую напечатали три человека. Дух я прекрасно знаю, вот настолько их не пили у них гостям, но их не переделать. Вот это полная убежденность своей правоты, но не лез. Никогда, вот он грипп, ребята грамотные с образованием, грипп поняли. Сколько, это я теперь говорю, плоды заражаются. На самом деле, больное дерево покрывается манилиозом как данность. Потеря урожая при отсутствии защитных. Что угодно делайте, все равно будет 780, еще отравленных. НЕВОЗМОЖНО ВЫЛЕТИТЬ! Потому что грипп не причина того, что вы теряете 780. Когда-то это будет в учебниках, когда-то мы говорили, что на мой железо боролся с этим дихим невежеством, оставаясь одним в течение десятков лет, первые публикации были с начала века, комедии течения. Еще более страшная ошибка. Здесь взял, допустим, побрызгал, 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 толку нет, а все кажется, ну, меры принял. А комедия течения, видите, комедия течения приводит к отмиранию отдельных ветвей, особенно малых побегов. При сильном развитии болезни молодые деревья погибают. Не от комедии течения погибают. Это смола лечебная. Она хоть частично спасает. Если дерево не положено в это место сижить, а это сибиряки писали эту книгу. Сибиряки. Но они никогда меня не послушали. Вот тут уже все, уже их так учили, они это знают, как отчинаж. Для них это так просто. Взять, передрать других. Они же книгу писали, что сами придумали. Это все передрано. Молодые деревья. Они наоборот, комедия хотя бы частично спасают там, где дереву не положено жить. Допустим, Сибирь. Они же для сибиряков это писали, эта книга. Нельзя трогать комедию. Вообще нельзя. И тут начинается профилактическая, агротехническая. Ой, болезнетворные грибы. Никакие они не болезнетворные, их работа такая. Еще раз высказался. А ведь это я не буду, как говорится, фамилии. И что я нахожу на их перелистие, две страницы раньше, прежде чем дерево заболело. Что надо было сделать? Надо было взять, как тут написано, первый год, второй год, третий, четвертый, шестой, седьмой. И вот обратите внимание. Книгу, чтобы написать, да еще, может быть, заработать на этом. Нужно побольше же всякой суммы туда информации, материала. Согласны? Ну, здесь я и согласен. Допустим, посадили, где первая обрезка. Я режу. Посчитайте, сколько тут отрезали. У них загустилось на, сейчас скажу, тридцать четвертый год. Еще загустилось. И уже, казалось бы, на шестой, седьмой. Вы посчитайте, что сделали. Вы знаете, что такое шестой, седьмой год? Обработать, стать на стременку? А ведь это схема. А оно же еще имеет объем. Вы поняли? Вы можете сейчас сочетать. Это как бы нарисовано, как? В одной плоскости. А сейчас объем. И вы станете на шести-семилетнем дереве сотни веток отрезать. Причем ничего не видели. Все до единого. Зачем? За что? И это люди, которые это самое, считаются этим. Поняли? А это уже другая опера. Я пишу. За что? Вот человек целый фильм берет и режет. Зачем? Чем тебе эта ветка помешала? Когда ты будешь выше спиливать, однажды дерево старинное, старое, оно больное насквозь, вот тут бы отрезал и дал простор ветки ему, глядишь бы. Старею оставить, молодое все отрезать. И ведь это все показывает по телевидению. Это же с ума сойти можно. Спину поберечься, надо до этого штамп делать, чтобы не наклоняться. Ну, это с другого опера я уже пропускаю. Это я тоже пропускаю. Помните, это жуть. Отрежьте эту ветку, эту, 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 заподлицо. Вот. Что останется, вам даст урожай. А сейчас. Вот. Я еще раз говорю. За эту фотографию надо именно за одну, которую увидели тысячи людей, которые вам поверили, которые писали, спасибо, родненьки. Спасибо, мы-то тупые, не знали, что это все лишние ветки. Особенно эта левая страшная рана, смертельная, да. Заступился за них мой брат, оказался эти самые, весь чуть не сказал, в чем. Вот. Умнейшего мужика, высшее образование. Кончился и хозмуз, как для смеху. Не знаю ничего этого. Я не сказал, это выросил из кончика абрикоса, персики. А какие там абрикосы? Только бы вот сказать, гадость, гадость. Понимаете, за эту фотографию, ну, то эмоции, там понятно. По-человечески, баба, ой, чуть не сказал. Это все женщины обидятся. Женщины часто эмоции. Ну, успокоилась-то, ну, извини, скажи, я была не права. Не надо. Даже и следующие фотографии, они постоянно такие. И скажи, это святое. Забудьте правила 50-90 сантиметров штаб. Ведь вам же, иначе в церковь надо идти, ведь вы же, это, боже, боже, это создание калечит это. А? Вот за это? Получить по морде? Только потому, что он просил вот это сделать. Разве можно? Сельхозинститут закончил. Для вас это что? Что, в академиях, где вас учили, калечит деревья, она больше стоит? Ладно, пропускаю, 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 пропускаю. А, это вот, помните, к слову, выросли из них дички. Берем косточки. Так вот, ребята, официально заявляем, вчера мы выкопали косточки. Ой, сегодня, 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 на один день приехал Александр Савельевич, мамы в этой самой машине, вот, значит, что мы могли увезли, в том числе, увезли сеянцы, двухлетние, академика, вот такие саженцы, вот такие, вот, плохо росли, потому что глини, вот, обрезал еще одну треть каждому, и они поставили в Красноярске. Три я ставил на постоянном месте, пусть густо, на таком расстоянии друг от друга. Главное, добиться отношения. Вот, эх, Оля и Наташа, доживем, а, когда они, ну, еще года два-три, и посмотрим на дички. А чтобы вам было не скучно, да, то у вас академик, а он тоже такие размеры, только другое дерево. То есть плоды другие, но по размеру такие же. Вот. Это один из новых лидеров, который скоро, вот. И что я сделал? Это мой сюрприз, девчата. Это вы меня разодорили. Тогда разодорил лапинку. И что я сделал? Третьим этажом привил, помните, все вот такие вот, и это дерево, и суперсерапин привил. Ну, то, что я вам показывал. Я их почти все, эти, почти все, молнии дерево привил. Там будем ждать чуда. И вот косточки именно вот с этих вот, что у него в руке. А всего я их продавал, вам продавал. Потом перестал продавать. Последнее, штук тридцать, я посадил. До старости лет вы меня, девчата, вот за это я вас уважаю. Если бы не вы, сколько я бы не сделал. Спорить было бы нечем, лавочку надо было бы закрывать. А тут оказывается, все запущено напрочь, насмерть запущено. Все, все, все это дебильная система. Люди зарабатывали серебряники, а простые люди повторяли. Это же гигантский труд, эти огромные ябы, эти вечно, если уж скопал почву, потом, сами пишут, потом четыре раза еще раз за лето обработайте. Трава-то еще лучше прет, потому что семена тут уже всходят. И в середине лета всходят, и даже очень всходят. И получается, опять змея жрет в себя, поедает свой хвост. Хвост жрет, 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 пока до головы останется. Вот такая. Перекопать почву. Придумать же такое. Это я вам показывал. Скотчик сувенирового столка слива 50 грамм. А они и есть 50 грамм. Значит, у Еремина, я не выдумал это, клянусь Богом. Прекрасная вкусовая плода из косточки Серафима. А он не самый крупный. Вот. Но если чуть меньше, он где-то 30-40 грамм. Вот вам 30 грамм. Так. А сувениры для меня неожиданно. Я ни одной не вырастил сувениров. Я сейчас жалею. Мне надо было... Ну, нет у меня сил, нет времени, нет помощи от государства. Я когда-то написал, еще не было интернета, я написал статью, и в ней я упомянул. Она есть в этом. Там полемика с самим Сычевым Александром Ивановичем. Супер судовода. Ученый, которого я уважаю как невероятно. Уровень Мичурина. Представляете? И я в своей статье привел десяток. Растет то, чего нет ни в одном этом, в науке. Возьмите, говорю, нас с собой. Я уволюсь с заводом, я металл. У меня уже было туда под 50. Я говорю, у меня 50 лет льготной пенсии. Я уволюсь. Возьмите меня в качестве какого-то там... Ну, поаккуратнее написано в этом статье в Вей. Там, где полемика с ним. Вот. Переписка написана в газете. Вот. И я там написал. Путь будет филиалом ближайшего института. Тут же рядом уже несколько этих научных. Красноярск, Абакан, Винусинск. Знаете, что он написал? Перевод частных садов. Цитирую. У внешнего музыка. Перевод частных садов. Под эгиду государственных учреждений. Является. Сейчас скажу. Перевод собой. Является. Такое слово. Советская времена. Является. Всю жизнь я помню. Сейчас скажу. Она хронизовала в советском времени. А я не помню, что в советском времени вот такие сады, как мои, брали бы под крышу, платили бы зарплату. Пусть скромно назвали бы этим там помощник садоводов. Нет, помощник агронома. Даже не агроном. Раз я бы того. Ну, была у меня тоже сферма. И сейчас есть справка. Оу, и печать из фермерска. Вот так вот. Ну, а дальше девчата вы так опозорились, когда написали, что пришло бы на пыле не было дички и жардели и дички. Вы так опозорились, что мне неудобно еще раз показывать. Я его вышла. Повторил мой путь. Только, может быть, в следующий раз маличка. Переписку проходить не будем. Видите? Грязь за сорятьем. Это не мой адрес. Есть хлеб? Да, есть холодильник. Так. Вот я подвожу какой-то итог. Я только сказал половину, что хотел. Вам и вам подобное. Я говорю, вы можете в любой день перейти на мой сторону. Даже не надо унижаться. Не надо. Еще недавно я вам такие кусочки предложил. Я говорю, я вам дарить буду. Кусочки кончились. А для вас это унижение. А, зачем? Кусочки это. Получишь, работать придется. Мне кажется, что все, чего вы научили, все-таки у меня. Итак. Вы и вам подобное. Обрекли на каторжный струк всех садов. Каторжный, поверьте. Если бы его не было. Огромные ненужные посадочные ямы к лаке. Звежеское уничтожение лишних меток. Якобы лишних. Бесконечная перекопка. Это уничтожение, потеря тепла зимой. Вы понимаете, что только перекопка нет. То вот этого самого терна, который является кожей. С вас кожу содрать. Вы мерзнуть будете? Червей, муравьев, грибов, корней. Заодно все сложившиеся инструктуры пищевой цепочки. Полностью разрушается пищевая цепочка. Полностью. Неужели вы не проходили? Каждый вносит свое. Идет это самое. Лесик упал. Почему я помню? Я только пять лет проучился в украинской сельской школе. С первого по пятый год. Почему я помню, что муравьев – самая ценная вещь на свете. Почему я помню? Ну я пусть особо далека весь класс забыл мой. Но я помню, что каждый муравейник за этот. Там не говорят, большие-маленькие. Все эти. Сотни тысяч насекомых за лето. Это оттуда. Я помню рисунок червяка, который утаскивает лист туда вниз. Вы про это-то помните хоть что-нибудь? Вы хоть знаете, для чего лист нужен этот самый? Вы знаете, что вся живность любит сахар. Ну, назовем его глюкозой. В общем, название глюкозой. А там уже можно говорить про нектарин, про сахар. Как угодно. И его производное. Я его там показал. Брожение. Все животные миры это любят. Все насекомые любят. Деревья любят. Корни любят. Вы понимаете это? Куда вы с лопатой лезете-то? Куда с секатором? Отрезая ветку за веткой, вы же уменьшаете площадь листьев зеленых. И главное, зачем? Если действительно лучше плодать. Вы пишете, все это изувечивание, скалечивание. Отрежем, и дерево будет. Так и пишете. Здоровее будет. Дольше проживет. Урожай больше. Ведь это с ума сойти. Сравните с человеком. Отверьте руки, ноги. Что от этого будет? А вот такие же руки и ноги. Глюкоза. Ради нее живем. Потому что глюкоза, запоминаете девчата, потом где-то промехнет ваши, ваши это. Уже в вашей логике. Это все промехнет. То есть где-то вот дойдет. То есть не может не дойти. Глюкоза – это награда за все. Глюкоза. А вы листья отрезаете? Когда отрезаете ветки, в голову не приходится на каждой ветке 10, 20, 100 тысяч листьев. Взять, оставить 8 веток, скелеток на вишню. Вы когда-то видели вишню 8-10 метров высотой? И ширина такая же 8-10 метров. Какие 6-8 веток? Вы чего? Чтобы через нее все видно было? Выгребание листьев и сжигание, обречение теременно, голод и болезни. Это-то надо соображать. И вот это я выделил. Потому что по всей стране только сейчас говорили количество пожаров по Хакачьи увеличилось в несколько град. Часть из них только благодаря вот этому самому. Сжигание сомненной листью. Часть из них не все. К сожалению, там и в сосуде, не без этого. Вот. И просто сжечь все подряд. Но специально собрать истики, поджигать. Попрекая деревян на голод. И даже парковый деревян. Зачем это? Один раз крабли. Листик, даже сухой. Некрасивый. Там коричневый цвет, темный цвет. Это не мусор. Это часть природы, часть ландшафта. Поднимите его, особенно когда он еще упал. Красивый, багровый, желтый, красный. Полюбуйтесь на него. И положите на место, где взяли. Вот так надо детей учить. А тут берем грабли, выгребли. Споминаем эти грабли. Это государственный канал. Нет, выгребите. Все. Потом берем брилу, будем туда кислород подавать. Кто вас просил кислород подавать? Сервей облегли на голод. Больше уже не будет это. Почва как губка. Это который раз я уже объясняю. Следствие глупости, жадности и невежества вам подобных. Еще раз, переходите на мою сторону. Бесконечное бесполезное опрыскивание из увечных деревьев. Из-за потери иммунитета атакованных лея жуками гусицы. Загнали себя как? Вот сейчас время стекло, да? Дальше я не буду. Я просто, чтобы захочить их. Эти вот долбаные подвое сделаны специально из палок порощенных. Иммунитета у них нет, порощенная палка. Центрального корня, который для перца антифриза, нет. Это самое. Кройневой щейки нет. А поэтому я 10-15 лет, а дальше сгнивает. Мне сгнивает вот эта граница земля-воздух. Сгнивает, потому что это же не семечка, у них нет корня в шейке, которая может и 30, и 50, и 100 лет рожать. 5-10 лет. Там, где сухие места, даже 15 лет. А эти сырые 5-10. И смирились с этим. Они даже из этого любят дать урожай. Почему? Потому что раз у нее нет сельца, значит, у нее нет несколько лет детства, раз они сельца. А палка взрослого дерева, значит, кривей тоже запланировал. Это плюс. Но там начинаются такие проблемы, главное из них, да, вот мы не итальянцы, у них 40 обработок, а у нас 20-30. Как правильно у нас часть на себя берет морозность, это же не Талия, часть санитарных мероприятий принимает мороз, они сражают все подряд. И уже не надо столько опрышек. Но все равно надо. Деревья больные. И бесконечные опрышки. От Ли, от Жуков, от Гусениц, и 20-30. А потом урага, краснодарский яблок. А жрать их можно? Или 20-30 опрышки, они это уже, уже не это. Типичная работа. Постула от Железа, все заканчивают. Наша просто открытая книга. Вещает истинный, ставший кормушкой для системы образования, религии, истории, мифов. Вот что, беда. Вот. Понимаете, представим себе, что это дерево нужно сделать штамм 50 сантиметров 90. Представили? Вот такое дерево они хотят посоветовав обрезать. А представим себе, что вот эта черепша достигла 8 метров и жива. Это была, Юлия Матвея была студенткой. Я ее учил. Кстати, прекрасные результаты. Вот. Это не Тимир Азербайджан. Это Омский университет. А вот это вот тоже черешня. И как раз 40 градусов. Ну и что, погибла. Она принимает какую форму? Скелет у нее получается кустовидный. Так нет. А если бы... А это пришла весна? А если бы годом раньше бы тебе раздевал послушать, сейчас бы была бы что? Голая, мертвая ветка. Вот это и есть ваше достижение. А мы люди не гордые, у нас растет от земли. Отсиделись под снегом, хоть снег это было с горьким носом. Отсиделись под снегом. А потом видите забор? Как бы вам показать, кто бы приехал, сказал, вот забор, его можно даже узнать. после года и 10-15 лет. Я вам ее же покажу живую. Она все равно пошла вверх, вверх, вверх. Вот я ее специально кустом не делал. И по этому забору можно определиться, да, это она. Прошло там, допустим, 10 лет или 12, она жива. Только потому, что я не отрезал ниже скелетной ветки. Сколько еще надо бы сказать? Сколько еще глупостей, дури всевозможных. Вот. Столько всего. Вот груша, две ветки, привил две почки. И вот она и сказал хозяйке этот красный хутор. Попробуй только подойди секатором, я тебе секатором пальцы обрежу. Испугал. И вот она растет. И что? Груш нету, что ли? С умным видом. А еще с умным видом у меня. Вот за это спасибо. Он металлург. А брат у меня этот электромеханик. ой, что же вы натворили там? Ложность теории вегетативной генетикой. Вы взяли вот это, если вы маленечко соображаете, вы признали вегетативной генетикой. Или вы в стане этих самых генетиков гнастовый казачок. Или это было все-таки в 30-50-е годы, но так хитро написана фраза, что никого в горло, один я заметил. теория вегетативной была опровергнута. Но слово ложность значит была признана. Ложность была опровергнута. Ложность. Ответьте что-нибудь, а, Ольга. Скажите, я ошиблась. Я тут взяла лишнее слово. Хотела как лучше. Вот. Все, ладно, проехали. У нас время истекло. 13 лишних минут потратили. Понимаете, друзья, не обижайтесь на меня. Я даже повторяюсь. Я нахожу новые фотографии. Я нахожу новые доводы. Вот. Когда-то должно быть так. У них миллион, а у меня 10 тысяч этих самых подписчиков. Ну как? Как мои 10 тысяч и то они все смотрят? Как сделать, чтобы этот миллион на наши стороны перешел? Не как наши это. Нужен ли миллиардер, который возьмет и все это... И были бы деньги настоящие деньги. Можно было бы допечатать книгу миллионным тиражом или хотя бы 100 тысяч моей книги. Сразу бы. Ведь до сих пор люди говорят, мы хотим книги читать, мы не можем с экрана. Я железов не могу не читать. Мне кучу книг писали, я их не читаю, потому что с экрана. Мне сразу слезы в глазах. Я вот сейчас сижу, у меня уже глаза все уже не смотрят. А бумажную книгу сел, лег, включил на щейки, читай, сколько влезет. А их нету. А у кого деньги на это? Собираем деньги на третью книгу. Еще более полезно, чем те две. Ну, половину собрали. А когда будет полная? А годы идут. Все, теперь мы переходим. Много интересных тем, много интересных тем, много интересных тем. Еще секунду. А нет, не буду. А то это. Нет, не буду. Переходим к переходим ко второй части нашего вебинара, который называется «Вопросы и ответы». «Вопросы...» «Вопросы...» «Воскресенье»» «Вопросы...» Субтитры подогнал «Симон»